К нашему эфиру присоединяется Илья Пономарёв, создатель канала «Утро февраля», депутат Госдумы России в 2007-2016 годах. Илья, приветствуем вас в эфире «Фридом». Добрый вечер. Итак, я напомню вот эту интересную достаточно историю, которую, так сказать, вскрыли аналитики Института изучения войны. Да, в своём обращении сербы говорили о том, что они готовы воевать за Россию. Но с другими командирами. Так вот, аналитики Института изучения войны сказали, что это некая борьба кланов в высшем военном руководстве, приближённых к Путину генералов. Как вы относитесь вот к такой версии? Конечно, речь не идёт о каких-либо путчах в стиле Пригожина, но тем не менее. Ну, честно говоря, мне кажется, что в этом есть определённая конспирология. Потому что, ну, есть такой круг профессиональных наёмников, солдат удачи, джентльменов удачи, да, значит, людей определённого склада в разных странах, которые имеют боевой опыт и которые имеют те или иные бедейные, национальные и прочие пристрастия. Ну, в Сербии есть те люди, которые точно имеют в данном случае нездоровую страсть к России, не очень там разбираются в международной политике, знают, что Россия противостояла НАТО во время бомбардировок Югославии и, соответственно, хотят сделать что-то в ответ. Но у них-то там была как раз борьба очень сильно с идейной мотивацией в Югославии. И они не понимают, что в современной России всё делается за бабки, насколько глубоко всё прогнило. И когда они сталкиваются с этой реальностью, то, естественно, начинается бунт. И, ну, проще всего для них не говорить о том, как мы ошибались и насколько мы не понимали и куда мы ввязались. Ну, для них проще решить, что это вот конкретный командир виноват, а вот у другого командира всё будет нормально, что в целом-то страна хорошая. Ну, вот как бы им конкретно не повезло в конкретном подразделении. Я хотела бы, возможно, в поддержку того, что вы назвали, что это конспирология, озвучить также факт о том, что командование армии России ведь действительно пытается скрыть, в принципе, массовое дезертирство среди военных. Этих случаев уже тысячи. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. И вот по данным источников этого Центра в Брянской, Курской, Белгородской областях рекордное количество российских солдат попали под суд за то, что они оставили место службы. Услышим цитату. В частности, за прошлый год более пяти тысяч судебных дел касались самовольного оставления воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022-го. Большое количество случаев касалось дезертирства, а также невыполнения приказов высшего командования РФ. На временно оккупированных территориях Востока и Юга Украины подобные случаи массовые. Это скрывается на всех уровнях власти в России, как и данные о преступлениях военнослужащих, а также факты, свидетельствующие о деморализации личного состава. И сообщения Центра национального сопротивления. Так вот, исходя из этих данных, как минимум, можно действительно предположить, что сербам по-настоящему наскучило воевать на стороне России на таких нечеловеческих условиях, о которых было озвучено. И получается, что и у себя в стране под статью попали, потому что там это запрещено. Ну и уже в рядах российской армии, вероятно, им будут не рады. И если уж даже вопреки всему этому случилось это видеообращение, то, вероятно, действительно, условия недостаточно приемлемы даже для наемников. А как вы считаете, вот нынешние объемы дезертирства, видимо, позволяют еще каким-то образом это скрывать? А способны ли российские военные до такой степени, скажем, развить это движение, не знаю, сколько корректно так называть это действие, для того, чтобы скрыть, это было бы в крайне уже сложно, и чтобы это действительно повлияло на эффективность российской армии? Ну, смотрите, в какой-то момент времени до начала мобилизации на эту тему свидетельствовал человек, которого трудно заподозрить в каких-то ипсошных намерениях относительно российской армии, господин Гиркин. Он приводил данные, что количество так называемых пятисотых, то есть как раз дезертиров, превышало количество людей, поступающих на фронт. То есть, что армия уменьшалась, если выключать фактор потерь убитых и раненых, то армия уменьшалась просто за счет того, что из нее бежало больше, чем присоединялось. И это было одно из предпосылок для мобилизации. На данный момент руководство Министерства обороны и сам лично Путин довольно часто говорит о том, что в российскую армию поступают добровольцы. В данном случае более корректно говорить не о добровольцах, а о наемниках, потому что добровольцы, которым платят очень большие деньги, именно так и называются. Но их количество тоже недостаточно для того, чтобы обойтись без дополнительной принудительной мобилизации. Ну а самое главное, вы абсолютно правильно приводите самую серьезную проблему, когда человек приходит воевать добровольно, мобилизованно. Ну то есть, это все равно некая форма тюрьмы. А вот когда человек приходит добровольно, хоть и за деньги, но все равно он ожидает, что к нему будут определенным образом относиться. И вот эта проблема с сербами, там аналогичные вещи испытывают, например, кубинские добровольцы, слэш-наемники. Есть ряд других стран, которые там как-то пытались в этом участвовать. Но вот среди добровольцев самое большое разочарование. Сербы, да, вот вы упомянули кубинцев, в большей степени можно говорить о Центральной Азии, наемниках. За наемничество срок предусмотрен. Уже есть случаи такие, когда гражданина Казахстана привлекли к уголовной ответственности. Не кажется ли вам, что вот между руководством России и вот тех стран, которые я перечислил, и вы перечислили, есть некая договоренность, есть некая договоренность на то, чтобы закрывать глаза, что граждане других стран являются наемниками под флагом России и воюют в Украине? Ну, вы же понимаете, что грань между наемничеством и вот добровольчеством провести довольно трудно. И воевать без зарплаты. Но по факту люди все равно получают какое-то денежное содержание. Вот большое количество, например, добровольцев пришло воевать в украинскую армию, да, интернациональный легион и так далее. Но у них все равно есть там небольшая по российским меркам, но тем не менее зарплата. На основании чего в Москве на них там показывают пальцем и говорят, вот там, значит, иностранные наемники в составе украинской армии. Но гораздо более правомощно говорить назад, да, то есть, что вот они наемники в составе армии российской. Но по факту просто все правительства мира не очень хотят в этом разбираться. И пока вот такие джентльмены удачи не начинают создавать им проблемы дома, в некотором смысле это даже как бы хорошо, что такие бузатеры будут уезжать, а многие из них потом и не вернутся вовсе. Также по поводу заговоров, раз мы уже как-то коснулись этой темы, интересно с вами обсудить. Вот что в ближайшем окружении президента России зреет заговор из-за недовольства самим Путиным на сей раз. По мере затягивания войны против Украины сценарий его свержения элитами становится все более реальным. По крайней мере, такое мнение выразил российский оппозиционер и социолог Игорь Эйдман в своем блоге. Одним из самых перспективных лидеров потенциального заговора он называет заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. И его человек некий Алексей Дованков официально объявил о своем выдвижении в президенты. Он раскритиковал политику Кремля по изоляции России и выступил за возвращение к сотрудничеству с Западом. Эйдман считает, что российские элиты могут использовать его в борьбе за власть, поскольку имеют очень сильную ностальгию по довоенным временам и былым заработком. И будут пытаться возложить на Путина всю войну за развязанную агрессию. Как вы считаете, мы ведь действительно уже не впервые обсуждаем усвержение Путина элитами, что действительно такое может происходить, потому что война затягивается. И это явно не на руку России, то, что Путин пытается как победу отсутствие безработицы преподнести. Но мы же понимаем, что попросту в России нет свободных рук, что военные, они же считаются трудоустроенными. Те, кто ранены, бесконечности, они тоже считаются трудоустроенными. Вот отсюда такая счастливая статистика Кремля. И Россия явно идет не в самый лучший для себя путь. И вот уже приближается к этой черте, когда можно говорить о том, что элиты готовы будут свергнуть Путина, или преждевременно? Смотрите, то, что недовольство очень высоко, это чистая правда. И оно никаким образом не снижается. А только повышается, если ему вообще и есть куда расти. Ну, то есть все деловые, правительственные элиты, подавляющее большинство, считают, что это была ошибка с так называемым СВО, что Путин вверг страну в нестабильность, что он их всех подставил, что он нарушил определенный пакт существовавший, и о том, что он гарантирует стабильность и процветание, они, соответственно, не вмешиваются в политику. Но вопрос только, что теперь со всем этим делать? Если бы была какая-то очевидная альтернатива, то я думаю, что подобного рода заговор, он бы произошел достаточно быстро. Главное препятствие в том, что не совсем понятно, на кого менять Путина. Нету понятной какой-то альтернативной конструкции будущего, альтернативной политической конструкции. Вот вы привели пример Кириенко. Если бы кто-то мог ему предложить кресло президента, то есть предложить механизм, по которому он становится президентом, то я думаю, что вероятность движения с его стороны, безусловно, была бы достаточно высокой. А так, грубо говоря, на дядю это реализовывать, ну, как-то это не очевидно. Хотя там возможности для этого у того же самого Кириенко есть. Поэтому я думаю, что наиболее вероятный сценарий вот подобного переворота, что он должен начаться с какой-то критической точки, с какого-то кризиса объективного, не субъективного во власти. То есть будет военное какое-то поражение на фронте, или будь это какая-то техногенная катастрофа, или там болезнь Путина, например, когда там Акела промахнулся. Ну, вот что-то должно непосредственно произойти, что будет триггером. Но к этому моменту нам, мировому сообществу, Украине, оппозиционным российским силам, надо, безусловно, иметь проявленную альтернативу, которую бы российские элиты воспринимали. О том, что вот если не Путин, то вот это, и вот это, это гарантирует вам мир, выход из того положения, в котором вы оказались, примирение с Западом и так далее, и тому подобное. В продолжении темы, все же таки мы говорим о конфликтах внутри российской армии, в этом контексте вспоминается, да, знаменитая лозунг, если твой сосед-мигрант, позвони в военкомат. Не кажется ли вам, что вот это отношение, это вот проявление превосходства русских над другими нациями, оно продолжается уже и в окопах? Ну, безусловно, да, именно поэтому там со смешанными подразделениями все достаточно сложно. Есть в российских городах, особенно в Москве, но это также проявлено и в Санкт-Петербурге, и в Воронеже, например, довольно сильные межнациональные терки и проблемы. Они носят экономическую, прежде всего, природу, рабочие места и так далее, до проявляются в довольно отвратительном виде. И, конечно, власти сейчас на этом активно играют. С одной стороны, вот всем этим мигрантам, которые, они же, да, там, кремлевские обитатели, сначала раздавали паспорта, потому что кто-то должен работать и, значит, соответственно, приносить им деньги в кормушку, а эти мигранты готовы работать за три копейки. Но теперь их же превращать, соответственно, и в пушечное мясо на фронте. Ну, конечно, все это совершенно отвратительно выглядит. Ну и в завершении нашего с вами диалога хотелось бы поговорить о птичках. Вы, вероятно, уже новости об А-50 и А-22 слышали. И тут действительно очень много факторов, которые могут это событие сделать еще более неприятным для российского военного командования. Ну, во-первых, впервые в истории был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Действительно, в российском военном командовании едва ли могут себе представить, каким образом это получилось у Украины. И вместе с тем, ведь таких самолетов не так много, и он действительно занимал достаточно важное место для тактики армии России против Украины. Насколько вот эти потери могут внести смуту в ряды военного командования? Возможно, каких-то там серьезных рокировок не произойдет, но насколько действительно подпортит настроение? Ну, знаете, при всем огромном уважении к украинскому военному руководству хочу заметить, что первенство в сбитии самолетов такого типа, и А-50, и Ил-22, в обоих случаях принадлежит русским. В первом случае это партизанская группа, которая взорвала А-50 на белорусском аэродроме. А в другом случае это господин Привожин, который завалил Ил-22, летавший над ним, пока он ехал в Москву. Но, безусловно, сбитые в воздухе А-50-й первый вот сейчас на Азовском море, и в итоге в российской армии остался только один работоспособный самолет такого типа. Не знаю, будет ли он теперь летать, будут ли они им рисковать или нет, но, в общем, российская армия, безусловно, слепнет, что хорошо, потому что это означает уменьшение количества жертв, прежде всего, среди гражданского населения, но и среди военных, безусловно, тоже. Как они это допустили, как он там летал без соответствующего прикрытия или какое-то чудо-оружие, которое использовала украинская армия для его сбития, мы пока не знаем, но думаю, что скоро узнаем. Ну, знаете ли, если таким образом нужно передать первенство, то, я думаю, мы даже не против, потому что это выглядит куда забавнее. Я думаю, что тут все за, учитывая количество самолетов, которые там с той стороны границы загораются по разным причинам на аэродромах, количество, на самом деле, самолетов, которые сгорело таким образом, но оно сравнимо с количеством самолетов, которые сбили средства ПВО, так что коллективными усилиями добьемся победы. Илья, благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. До новых встреч в эфире. Илья Поломарев, создатель канала «Утрофевраля», депутат Госдумы России в 2007-2016 годах, был с нами на связи.